Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная серия рубрики «Диванный аналитик» и хотел бы сегодня рассказать вам про зарплату. Да, вот где можно в России больше всего заработать денег, на каких специальностях, на каких профессиях и так далее. Все вот это вот подробненько обсудим. Для того, чтобы проанализировать вакансии и рынок труда, мы использовали две основных таких площадки. Это HeadHunter, самый популярный, по-моему, на сегодняшний день сайт Мина о поиске работы и официальный портал Минтруда. То есть у них немножко различается статистика, поэтому будет более полная картина. У нас немножко по-другому получится, то есть не по городам, а по областям в данном случае, потому что именно по областям идет статистика на вот этих сайтах и в первую очередь на сайте, на портале Минтруда. Поэтому давайте сначала начнем, поговорим о регионах с самыми высокими зарплатами в России. Вот эту табличку я, конечно, оставлю, обязательно ссылочку на нее. Конечно, нужно посидеть, вот кто любит цифры, вот эти вот все данные. Мы постарались тут наиболее все просто и понятно, да, все выстроить, всю эту историю, чтобы вам легко было найти нужную информацию. Ну а начинаем мы с данных портала Минтруда. Да, сразу хочу сказать, что есть такое понятие, как медианная зарплата, да. Наверное, не все знают о ней, и я тоже до сего момента не сильно вникал. Но хочу пояснить, что медианная зарплата, она делит фактически все рабочие места на две равные части. И посередине вот это вот как раз медианная зарплата получается. То есть в Амурской области она составляет 50 тысяч рублей. То есть, как мы видим, самая высокая зарплата. Ну, к сожалению, в мире нет справедливости, поэтому чаще всего более высокая зарплата в тех местах, где чуть менее высокий уровень жизни. Поэтому придется, как всегда, выбирать между этим балансом качество жизни и хорошая заработная плата. Ну, в Москве, конечно, исключение, там есть и качество жизни, и зарплата высокая, но очень высокая стоимость жилья. Поэтому, если у вас есть жилье в Москве, то для вас вопрос, наверное, не стоит, где жить и где работать. Ну, возможно, не стоит. А во всех остальных случаях придется выбирать между этим маятником, который качается то в сторону хорошей зарплаты, то в сторону высокого качества жизни. Итак, значит, мы видим, что в Амурской области медианная зарплата 50 тысяч рублей. Дальше идет Магаданская область, Ханты-Мансийская автономная область, Ямал-Нецкий и так далее. Москва, вот здесь у нас посерединке, почти на седьмом месте, 48 тысяч медианная зарплата. Также здесь Сахалин, Саха, Камчатский край и Ленинградская область. То есть, фактически, Москва и Питер у нас исключение, а вообще все остальные города это вот типа вот Крайний Север, Север, Дальний Восток, ну, может быть, иногда Урал, но вот здесь вот у уральских нет городов. Поэтому вот такая вот, к сожалению, несправедливость в нашем мире и существует. Регионы с самыми низкими зарплатами. Дальше табличка. Напоминаю, что все это по данным портала Минтруда. В Свердловской области у нас, получается, ну, самая высокая зарплата из этого рейтинга, да, то есть, из самых низких, да, то есть, получается, 24 тысячи семьсот. Республика Адыгея, Адыгея, да, у нас немножечко ошибочка, сейчас поправим. Адыгея 17,700, ну, то есть, вот сами понимаете, что это вообще прям очень мало. И, соответственно, Приморский край, ну, Приморский край, я думаю, сюда попал по той причине, что в Владивостоке-то высокая зарплата, а в других городах как раз, видимо, не очень-то высокая. Ну, в других городах вот именно края самого. Здесь также и Челябинская область, и Краснодарский край, и Севастополь, и Республика Крым, Ярославская область, ну, вот, к сожалению, Ставропольский край, во всех этих местах зарплата очень и очень небольшая. Поэтому, ну, и за деньгами, и за работой туда нет смысла ехать. Дальше идет у нас, наоборот, топ регионов, где найти работу легче всего. Вот смотрите, здесь вот такое появилось понятие у нас индекс фраучи. Индекс фраучи – это соотношение числа вакансий к числу соискателей. Ну, еще раз, наверное, скажу более простыми словами. Ну, то есть, люди подают какое-то количество заявок, чтобы найти работу, и есть какое-то количество заявок от работодателя, да, которые предлагают работу. И вот соотношение вакансий и соискателей как раз вот является индекс фраучи. Чем он выше, тем больше вероятность найти работу. Вот здесь парадоксальная ситуация. В Чикотской автономной области он аж составляет аж больше 50, а на втором месте идет и Еврейская автономная область. Здесь уже 14, и дальше Приморский край 13, Мурманская область 12, и самая маленькая – это как раз Кемеровская область 7. Тоже можете по этому индексу немножко ориентироваться. Теперь у нас идет еще один рейтинг, где найти работу труднее всего. Вот этот индекс фраучи мы здесь рассматриваем с точки зрения, что вот самый верх – это самая республика Алтай и Чувашская республика, республика Хакасия. Это вот здесь сложнее всего найти работу. А внизу чуть-чуть полегче, да, в Астраханской области и в Челябинской области. Ну, тем не менее, вот опять мы видим, что поиск работы – это проблема для центральной части России, для юга России. Ну, и вот получается, что если хотите работать, езжайте куда-нибудь там, где похолодней. Дальше идет топ-20 вакансий сайта Труд Всем. Это как раз вот тот же самый сайт, о котором мы говорим – Портал Минтруда. На первом месте инженер, на втором – врач, потом идет слесарь, водитель, разнорабочий. Кстати, вот топ вакансий на сайте ХХРУ будет другой, поэтому здесь можно вот что-то среднеарифметическое, наверное, для себя брать. Медсестра, продавец, машинист, электромонтер, повар – такие рабочие достаточно профессии. Так что, ну, весь вопрос в том, чтобы, ну, то есть это вакансии востребованы, но платят ли за них хорошую зарплату – это уже другой вопрос. Мы об этом еще поговорим чуть-чуть попозже. Давайте теперь перейдем к сайту Headhunter. Здесь у нас есть первое – это распределение вакансий по регионам. То есть в Москве 204 тысячи вакансий, в Санкт-Петербурге 84, в Екатеринбурге 26 и так далее. Но, по сути дела, это безотносительная информация, она нам ни о чем не говорит, потому что население городов сильно различается, той же Москвы и Сургута, например. Нам же надо брать данные относительно числа людей, которые там проживают. И вот здесь как раз следующая таблица – это соотношение количества вакансий к численности населения. То есть в Москве 204 тысячи вакансий, а численность 12 миллионов 600. Соответственно, процент соотношения, вот этот 1,64. Чем выше процент, тем… Ну, это фактически индекс фраучи. Чем выше этот индекс, тем легче найти работу, тем больше вакансий на одного человека есть в конкретном городе. И что мы здесь вот такое удивительное, интересное наблюдаем? Да, вот желтым отмечены первые топ-5. Мы получаем, что в Краснодаре больше всего вакансий. Вот. Я не знаю, с чем это связано. Это, кстати, я не сильно-то верю в то, что прямо в Краснодаре такое количество, такое море работы, что больше, чем в Москве и в других, там, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге и так далее. Возможно, есть такая штука, что там какие-то выкидывают ложные вакансии, там, какие-то для определенных целей. Как знаете, иногда там квартиры продают, всякие фонари там вывешивают, там, да, несуществующие квартиры или несуществующие вакансии. Либо очень много вакансий, но вот напишите в комментариях, кто знает, кто немножко понимает, что в Краснодаре у нас такое с работой чудесное, что индекс аж 2,2, хотя в Москве 1,57, да. А вообще топ по городам у нас составляет Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Казань. То есть в Казани тоже, видите, достаточно высокое количество вакансий, то есть, ну, есть из чего выбирать. По крайней мере, мы берем по данным сайта Headhunter. Дальше у нас реальная медианная зарплата по городам. Это то же самое, что мы и обсуждали раньше, да, на портале Минтруда. Только это у нас показывает уже Headhunter, сайт, информацию. Здесь получается у нас в Москве 60 тысяч, в Санкт-Петербурге 50, в Сочи 50. То есть в Сочи получается вроде как медианная зарплата высокая. Кто там зарабатывает, да, какие профессии, очень будет любопытно посмотреть. В Екатеринбурге 40, в Новосибирске и в Краснодаре 40, да, и в Казани 40, в Нижний Новгород 40. То есть, прям все это очень достаточно похоже от Екатеринбурга до Тюмени. Но, тем не менее, мы видим, что даже в Ростове-на-Дону и в Уфе и в Нижнем Новгороде достаточно неплохие средние зарплаты. В Ярославле самое низкое получается. Ярославле, Омске и Перми. Так, что дальше? Топ вакансий сайта HeadHunter. Здесь у нас следующие вакансии, которые пользуются наиболее большой популярностью. Это продавец, менеджер по продажам, специалист. Специалист в чем? Какой области, непонятно только. Инженер, водитель, директор, руководитель, менеджер, врач, кладовщик, бухгалтер, администратор, слесарь и так далее. В общем, даже вот видите и уборщица, и сборщик, и маркетолог. Но это популярные вакансии, но это, еще раз повторюсь, не значит, что эти люди заработают больше всего. Просто им легче всего найти работу. Далее пойдет такая интересная таблица. Мы ее немножко решили в двух видах сделать. Потому что здесь слишком будет сложно ориентироваться по ней. Она слишком большая. Но, тем не менее, она очень важная. Дальше немножко ее детализируем. То есть здесь показаны профессии. Средняя зарплата по профессиональным областям на декабрь 2021 года. То есть мы видим в разных городах, сколько одна и та же профессия приносит в среднем денег. Например, вот в Москве профессия айтишника приносит 79 тысяч. В Санкт-Петербурге уже 64. В Екатеринбурге 54. А в Калининградской области меньше всего 44 тысячи рублей. Дело в том, что если мы идем дальше по этим профессиям. Финансы, маркетинг, персонал. Тут уже получается мы не можем соблюсти, чтобы было нормальное убывание или нарастание. Потому что иначе собьется вся таблица. Поэтому здесь вот получается Москва 67 тысяч. Где-нибудь в других городах. Поэтому мы вот эту таблицу дальше немножко отдельно на отдельном листе сделали. Сейчас мы на нее перейдем и я вам покажу. Перед этим хочу еще немножечко показать интересный... Ну, то, что лично мне показалось интересным. Это требования к высшему образованию. На самом деле в России есть определенный перекос. Сейчас вот мы немножечко его покажем. Об этом поговорим. Что, смотрите, высшее образование всего лишь 24% вакансий требуется. На самом деле. То есть, средняя профессиональная 40%. Средняя 28%. То есть, можно после школы вообще сразу идти. И 30% вакансий уже будут доступны. Ну и 8% у нас как бы погрешность не указана. То есть, в вакансиях прям пишут, какое нужно образование. И оказывается, что высшее образование требуется всего 24% вакансий. Ну, то есть, работодателям только каждый четвертый требуется с высшим образованием, да, сотрудник. Поэтому, ну вот у нас такая история, да. А если мы, например, наберем, сколько людей в России получает высшее образование, да, в среднем. И вот мы видим, что получается, что количество людей, которые получают высшее образование в России, оно снизилось за 15 лет аж на 59%. Ну, то есть, огромное количество людей раньше у нас получало высшее образование, а сейчас все меньше и меньше. Ну, почему? Потому что нет необходимости. Но у нас есть стойкий стереотип, что каждый нормальный человек, типа, который хочет стать успешным, должен получать высшее образование. Это, конечно, не так, и это неправильно, и это в мире так не работает. И еще есть второй фактор у нас, который тоже на это влияет. Дело все. Призыв на воинскую службу идет, да, то есть, принудительные. И, соответственно, люди, чтобы не служить в армии, только лишь бы не служить в армии, там, год, они идут и 4 года получают высшее образование, 4-5 лет. А потом еще какие-то другие способы, чтобы избежать вот этой армии, да. Получается, что огромное количество людей, которые, в принципе, могли бы не получать высшее образование, оно им не требуется. Они идут туда только из-за того, что палкой их загоняют в армию. Поэтому очень рассчитываю, что все-таки когда-нибудь у нас будет контрактный призыв. Так, ну и переходим на второй лист. Здесь как раз мы детализировали по каждой профессии, в каком городе, с какой профессией легче всего будет жить. Конечно же, мы видим в топах на первом-втором месте Москва и Санкт-Петербург, да, вот в первых профессиях. И практически везде так. Москва, Санкт-Петербург. Тут и дальше, вот ниже еще. Москва, Санкт-Петербург. Москва, Санкт-Петербург. Короче, вот, ребят, ну так получается, что Москва, Санкт-Петербург, везде. По всем профессиям они наиболее популярны. Но если брать третье, четвертое место, то уже все сильно меняется. Например, по IT-профессии на третьем месте у нас стоит Новосибирск. А по финансам на третьем месте у нас тоже стоит Новосибирск. А по маркетингу и рекламе у нас уже идет Краснодар. То есть в Краснодаре очень нужны маркетологи и рекламщики. Здесь административный персонал, уже Тюмень. Так что вы можете по своей профессии взять и посмотреть, где менее всего востребовано, да, а где наиболее востребовано. Давайте посмотрим, вот, что у нас тут, какие есть вакансии. Автобизнес, безопасность, добыча сырья, медицина. Вот, да, интересно. Что, если вы медицинский работник, то в Москве, Санкт-Петербурге, конечно, вам наиболее предложат лучшие зарплаты. Ну и в Красноярске, да, например, неплохо 48 тысяч, почти 49. В Тюмени также можно медицинским работником работать. В Новосибирске, в Екатеринбурге, да, 47 тысяч. В Уфе и даже в Краснодаре сейчас неплохие условия для медицинских работников. Вот мы видим, что Краснодар очень сильно вырос и, с одной стороны, вроде бы плохо, да, для жителей, что там людям трудно помещаться в таком городе, да, плотном. Но и повысили зарплаты у людей, то есть люди стали больше зарабатывать. И поэтому свои плюсы есть в том, что вот, как бы, такая вот резкая, резкий рост населения происходит. Самые низкие зарплаты у врачей в Самаре 42 тысячи и в Калининградской области 43. А также в Перми и Челябинске. Вот, давайте посмотрим, какие еще вакансии есть в продажах. Если вы хотите работать, то Краснодар на третьем месте, да, что удивительно. То есть Краснодар, Новосибирск и Красноярск. То есть фактически вот Сибирь, Сибирь и попадает вот Красноярск из южных городов, ой, Краснодар из южных городов только. А дальше вот Екатеринбург, Урал и туда, в Башкирию, Тюмень и Ростов-на-Дону уже на девятом месте. Так что вот смотрите. Если вы в стройке, то Уфа, Красноярск, Краснодар, Тюмень и Новосибирск. В принципе, заметили вы, наверное, что одни и те же города и там, и там появляются. Сейчас давайте еще немножко спустимся. Вот здесь туризм, очень интересно посмотреть, потому что где вот туризмом хорошо заниматься. Как раз вот в Краснодаре и, на удивление, в Новосибирске, да, и Красноярске. Опять те же самые города. Короче, ребят, топ вот этих 5-6 городов для вас, видимо, может стать таким настенным календарем. Можете себе повесить, потому что, ну вот в эти города вы поедете, если вы хотите зарабатывать чуть побольше. Наука и образование, наверное, это вот здесь. Как раз для учителей, да, например, если смотреть, то, к сожалению, хуже всего будут зарабатывать учителя в Калининградской области, в Самаре и в Нижнем Новгороде. А также в Ярославле, Перми и Ростове-на-Дону. А лучше всего заработки для учителей будут в Екатеринбурге, Новосибирске и Санкт-Петербурге и в Москве. Если мы не говорим о Москве и Санкт-Петербурге, то получается, что очень-очень такой тонкий момент. На самом деле, вот мне вот звонил недавно хороший такой дядечка-подписчик и спрашивал тоже вот учителю, будет ли нормально работать в том или ином городе, да. И вот, знаете, если честно, я думаю, что переезжать, когда вы переезжаете, конечно, не стоит ориентироваться только на зарплату. Потому что, конечно, здесь зарплата выше в Новосибирске, в Екатеринбурге, да, например. Но качество жизни там существенно слабее, чем во многих городах, в той же Калининградской, например, в Калининградской области. Поэтому, ну это один момент. А другой момент, цены же разные тоже, да. И поэтому надо смотреть, что вы можете больше зарабатывать, но и больше тратить денег. Ну и потом, а есть ли смысл зарабатывать много денег, когда вы живете в каком-то не очень приятном по климату регионе, по экологии и так далее. И все эти вот данные становятся такие, очень как бы сомнительны. Весь наш этот рейтинг, может быть, как раз он больше для молодых ребят, для молодых людей, которые просто хотят заработать, а потом переехать куда-то, да, где более высокое качество жизни. Или просто хотят, например, заработать на свое жилье, на свою первую квартиру. Может быть, вот этот рейтинг, он наиболее хорошо подойдет как раз вот именно для таких ребят. Поэтому ссылочку на эту таблицу оставляю в описании. Это все официальные данные, здесь нет никакой отсебятины, то есть моего личного мнения здесь ноль. Я просто озвучил то, что есть официальная статистика. Так что вот, ребят, такая информация по работе. Надеюсь, вам было интересно. Пишите, о чем еще поговорить. Конечно, это в идеале бы какого-то хорошего специалиста пригласить на интервью. Но я очень долго искал. И пока что-то вот никто не отвечает мне, никто не хочет со мной общаться. Если, ребят, кто-то есть, кто спецы вот именно по работе, кто разбирается в этом вопросе поиска работы и так далее, ну, выйдите на связь. Может быть, я бы с удовольствием взял бы у вас интервью. А на этом будем заканчивать. Ребят, пишите свои вопросы, рекомендации, да, что поснимать, куда двигаться. Конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!